Мы подробно изучали задачу о клике и о независимом множестве. Давайте я вспомню ее и докажу, что задача внутри КНФ сводится к задаче о независимом множестве. Что еще очень важно, сводимость в правильном направлении. Дело, значит, это то, в чем очень часто ошибаются люди, что нужно сводить уже известную групповую задачу к той, про которую вы хотите что-то доказать, а не наоборот. Наоборот, уже известно. Значит, важно, что вот в этом направлении вы можете работать. Так, ну давайте я опять же на примере покажу, из которого будет ясна общая конструкция. Так, значит, пусть у нас какая-либо формула, скажем, P или Q, или R, и не P, или U, или S, и не Q, или не R, или не S. Ясна, что она выполнима, но мне важно показать, какая будет сводимость. Значит, идея такая, сначала строим граф, а потом число K. Для каждой скобки мы заводим треугольник, который как раз проиндексируем вот эти самые перемены. Значит, P, треугольник это вот, P, отрицательный треугольник, R. Значит, дальше второй треугольник, не P, Q, или S. Значит, и третий треугольник, не Q, не R, и не S. Между треугольниками мы проводим ребро, если переменное, точнее, если литералы, противоречат друг другу. То есть вот P и отрицание P противоречат друг другу, поэтому мы их соединяем. Значит, вот не Q и RQ тоже противоречат, поэтому мы их тоже соединяем. И вот здесь тоже. Значит, и еще. Значит, вот это вот R и N противоречат, и S и N противоречат. Другого. Вроде бы все. В общем, внутри каждой скобки просто треугольник, все ребро проводятся между скобками, если они противоречат друг другу. Так, ну и, соответственно, размер независимого множества – это число скобок. Ну, теперь смотрите, утверждается, что любому выполняющему набору соответствует независимое множество. Вот, ну, например, в выполняющем наборе есть что вот P истинно, Q истинно, а S и можно. Значит, P равно U, ой, P равно X, Q равно X, а S равно U, а R даже не важно, чем равно, это будет выполняющим набором. Понятно, да? Потому что в каждой скобке нашлось системную скобку. Значит, вот утверждается, что если мы возьмем соответствующие вершинки в построенном экране, значит, вот оно Q отсюда, значит, вот оно Q отсюда, и вот оно M, что как раз они образуют независимое множество. Ну и видно, что действительно ребро между ними нет. Вот, почему так будет? Потому что, так, и как раз оно размера такого же число скобок. Значит, почему так всегда будет? Ну, потому что смотрите. Во-первых, все эти выбранные вершины из разных треугольников. Да, потому что мы в каждой скобке, значит, в каждой скобке взяли одно истинное условие, и соответствующие вершинки будут из разных треугольников. Вот, поэтому те, у которых три треугольных, не могут быть между ними приведены. Вот, значит, треугольных набор, они все взяты из одного поплавающего набора. То есть они все родисты, значит, ну, это вот тут так получилось, что они все просто два разного нелеменны. Значит, но, например, вы могли отсюда взять отрицание O, и отсюда взять отрицание O, а отсюда надо взять X. Да, но тогда получается, что вот эти вот согласованы друг с другом, поэтому, конечно, не велибра тоже. А взять отрицание O, отсюда отрицание O мы не могли, потому что они одновременно истинные должны быть. Ну, все отлично, да, все правильно. Ну, вот, значит, получается, что это может быть зависимо. Но это еще недостаточно, потому что в обратную сторону. В обратную сторону, что если в таком графе есть независимое множество пола размера, то тогда исходная форма была у полумоком. Значит, тут как раз важно, что это треугольники. 4 стеугольники – это означает, что в одном треугольнике две вершины тут не можно взять. Поэтому эти все вершины раскиданы по разным треугольникам, и ровно по одной в картинге, да, потому что у нас насае M треугольников и M вершины. По одной в треугольнике – значит, в каждом треугольнике ровно по одной. 4. Ну, это – принцип y. Вот. Ну вот, это независимое множество, поэтому у нас не могло в него попасть, противоречивые условия, в глаголе можно попасть не могли, в отрицание С и С не могли попасть. Но это означает, что у нас каждая перемена либо вообще не встречается, как R. Вот R за каждым вообще не встречается. Либо встречается только в одном виде, либо всюду без отрицания, либо всюду с отрицанием. Понятно, понятно, отлично. Тогда, соответственно, если она всюду самому симметру, мы возьмем ее равные единицы, если она всюду с отрицанием, то возьмем равные единицы. И тогда, значит, в каждом прикольнике есть закрашенная решина, она попадет в каждую скобку, и скобка от этого стоит на степени. И так с каждой скобкой. Так. Идеально понятно, но все хорошо, правда хорошо.